Каким будет смартфон от самого создателя андроида, летающая тачка из Германии и HTC показала свой флагман? Поехали! Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы смотрите Дройдер Шоу! С вами Борис Веденский! И Валерий Истишев! А сейчас мы вам расскажем о самом интересном из мира гаджетов интернета и технологий за неделю! Да! Уже почти полгода про новый смартфон HTC в сети появляется куча фотографий и видео, и в этой ситуации компания решила поступить стратежно! А давайте-ка и мы что-нибудь сольем про смартфон наконец! И так и сделала! Напомню, речь про флагман HTC U11, также известный как Ocean. Главной фишкой должны стать сенсорные грани аппарата. В подтверждение этой информации тайваньцы опубликовали короткое видео и заделали промо-страницу. И судя по ним, для взаимодействия с гранями придется их не просто поглаживать, а прям-таки сжимать и тискать. Возможно, в разных обстоятельствах это будет вызывать разную реакцию, впрочем, как в жизни. Вообще, я уже не раз высказывал сомнения насчет этой фичи, повторяться не буду, может быть, нас как-то переубедят на презентации смартфона, которая назначена аж на 16 мая, придется еще подождать. А вот чего ждать осталось совсем недолго, так это розыгрыша Galaxy S8, который мы обещали сделать в одном из роликов недавно. И в течение недели до нас доберется девайс, который мы отправим одному из вас в прямом эфире на втором канале Droider Live, здесь есть ссылка. Мы проведем розыгрыш, так что подпишитесь на него тоже и не пропустите. Всем удачи! Xiaomi, как и обещал, на прошедшей неделе представила новый флагман и с ним, с одной стороны, вроде как все окей, а с другой, одновременно, все совсем не то. Девайс называется Mi 6, это компактный флагман с экраном на 5,15 дюйма. Версию плюс отчего-то не представили. Главная фишка двойная камера с двукратным зумовым портретным режимом, который размывает фон. Привет, iPhone 7 Plus, зато Mi 6 стоит намного дешевле, если переводить по курсу, то 20,5 тысяч рублей. А вот выглядит он на фоне Galaxy S8, LG G6 и, извините, Xiaomi Mix, как телефон двухлетней давности. С другой стороны, по характеристикам все прикольно. Snapdragon 835, 6 гигабайт оперативки и 3350 мАч батарейка, и это дофига для такого экрана. А вот из корпуса почему-то убрали разъем для наушников, видимо, китайским дизайнерам не сказали, что это уже не так модно. И как-то смотришь на это все, и это все какое-то, ну, такое, простите за формулировку. А потом смотришь на ценник, и вроде как настроение поднимается. С другой стороны, непонятно, какой этот ценник будет официальным в России, и будет ли начнутся ли продажи, узнаем совсем скоро. Смартфон, разработкой которого занимается сам создатель андроида Энди Рубин, на этой неделе вроде как засветился на видео. А вроде как и нет. В рекламном ролике компании Michelin, той самой, которая производит шины и дает звездочки ресторанам, на седьмой секунде в руке поварихе появляется безрамочный аппарат. Почему кто-то решил, что это смартфон Рубина? Ну, потому что он похож на то, что сам Рубин выкладывал у себя в Твиттере, вот на этой картинке. И все. Скажем честно, звучит не то, чтобы очень убедительно. Непонятно, с чего бы Michelin вдруг стала коллаборироваться с малоизвестным брендом, да еще не выпустившим пока ни одного устройства. Скорее похоже, что рекламные агентства попросили, типа, вставьте картинку какого-нибудь современного андроид-смартфона, что ли, только чтобы не было понятно, какого именно. Вот и хайпанули таким образом. С другой стороны, сам Энди Рубин информацию не опроверг. Ну, а официально представить девайс, который будет называться Essential, должны уже летом. В этом выпуске продолжаем тестировать инфу от HP, и, кажется, я созрел для печати. Сперва вставим вместо обычной бумаги фото-бумагу. Вот она, 200 грамм на квадратный метр, а. Вообще круто, то есть я смог настроить принтер при помощи смартфона, никогда самого такого не было. Теперь я могу прямо отсюда напечатать фотографию, а приложение это называется All-in-One Printer Remote. Собственно, отправлять фотки на печать можно не только из официального приложения, но и из любого другого. Для этого просто нужно установить модуль для печати от HP, так называемый. И вот здесь мы нажимаем поделиться. И вот тут, видимо, подключаемый модуль HP Print. То есть можно отсюда тоже отправить. Когда отправляешься на печать фото со смартфона, главное, чтобы они с принтером находились в одной айфа-сети. Естественно, вау! Воу-воу-воу, напечатал, ничего себе! Печать производится без полей, видите, прям до самого края печатают. Ну и еще один бонус, о котором я говорил, себестоимость одного снимка, одного отпечатка получается низкая. Ну а главное, качество и цвета, и четкость очень крутые получились, я прям доволен. Ну а в следующий раз напечатаю ваши фотографии, так что не пропустите. Подробности будут у меня в инстаграме, вот тут, так что подпишитесь и следите. Ну а это была модель HP DeskJet GT5820, подробности есть в описании ролика. Не знаю почему, но мне показалось, что именно этот концепт похож на летательный аппарат недалекого будущего. Его создал немецкий стартап Lilium Aviation. Получилась помесь между мультикоптером и самолетом. Более научное название — конвертоплан. Полностью электрический летун с 12 аккумуляторами на борту обладает навыком вертикального взлета. В движение его приводят 36 пропеллеров, большая часть из которых расположена вдоль крыльев. Когда Lilium Jet отрывается в воздух, на нужной высоте механизм с пропеллерами разворачивается, и аппарат летит горизонтально с максимальной скоростью до 300 км в час. Дальность такого полета от одного заряда — 300 км. В кабине могут поместиться двое, но общая масса не должна превышать двух сотен килограммов. Сертификация запланирована уже на следующий год. О ценах и планах производства ребят пока молчат. Следующий гаджет уже из совсем другой оперы — это новая флагманская беззеркалка от Sony, которая, по сути, сделала небольшую революцию в своем фотомире. Или эволюцию. Полнокадровая беззеркалка Sony Alpha 9 прежде всего адресована для спортивной и репортажной съемки. Если раньше на этом поле были только мастодонты зеркалки внушительных размеров, то теперь со скорострельностью 20 кадров в секунду и непрерывной съемкой в RAW 241 кадр А9 может составить неплохую конкуренцию, учитывая компактные размеры и хороший набор хай-энд оптики. Если сравнивать камеру с серией Alpha 7 Mark II, то немного изменились размеры в большую сторону. Аккумулятор, наконец, другой и живет в два раза дольше. Совершенно новая матрица на 24 мегапикселя с обратной подсветкой Exmor RS и встроенной в нее памятью. Ну и ко всему прочему прибавляем пятиосевой стаб матрицы, 693 точки фокусировки и, да, фокус прям очень быстрый. Опять же, как на зеркалке. Я сам проверял. Сначала А7 подвинули марки из видеоиндустрии, а теперь, похоже, начнут вымирать тяжеленные мамонты зеркалки, которые прочно закрепились в профессиональном сегменте, особенно связанными со спортом и репортажной съемкой. Цена у новинки тоже немаленькая. 4500 долларов. Сами переводите на рубли. Ну а я думаю, что после А9 также будет А9С для видео и А9Р с большой матрицей, точнее, с матрицей высокого разрешения. А возможно, будет просто обновление семерок до Mark III. Пишите в комментариях, если вам интересно увидеть подробный обзор этой камеры. Я ее обязательно возьму и попробую и расскажу свои впечатления о ней. И если не интересно, тоже пишите. А теперь в Токио. Точнее, пока что в воображаемой Токио. Сейчас расскажу, какими там могут стать небоскребы будущего. На ежегодном конкурсе дизайна и концептуальных высоток Evolo Skyscraper Competition было показано немало крутых идей. Но это меня прям поразило. Небоскреб. Вендинговая машина представляет собой конструкцию с ячейками под квартиры, которые будут создаваться отдельно и по мере заселения устанавливаться краном, расположенным на крыше в нужную ячейку на здании. По-моему, просто фантастика. Эдакий конструктор Lego размером с огромный дом. Концепт очень подходит именно для Токио, учитывая японский минимализм в жилищном вопросе и развитие робототехники. И если уж кто-то сможет реализовать такой проект, то только они. И последняя новость от Цукерберга и как он планирует всех заманить, затянуть в свою виртуальную реальность. На конференции в Сан-Хосе под названием F8 компания Facebook поделилась планами на VR и показала бета-версию Facebook Spaces. В полной мере пока что все работает только со шлемами Oculus и контроллерами Touch, но в перспективе, я думаю, есть и шлемы с мобилками внутри. Так вот, Facebook Spaces позволяет владельцу создать трехмерный мультяшный аватар и общаться с друзьями, как бы встречаясь с ними в виртуальном мире. Обмениваться фоточками, видео, швыряя их друг в друга. Можно рисовать в 3D, обмениваться виртуальными объектами и устраивать групповые VR-чатики. Если это то, ради чего Facebook в свое время купил Oculus, то такая виртуальная реальность лично меня не сильно впечатлила, и я не думаю, что этим будут пользоваться миллионы людей в будущем. Да какой там миллионы, даже сотни, тысячи. Но, конечно, Цукербергу видней, а лично я собрал недавно у себя дома такой VR-комбайн вместе с HTC Vive во главе, и скоро на канале выйдет распаковка всего этого добра. Так что можете нажать на колокольчик у нас на страничке, и вы не пропустите это видео, но никому не навязываю. Всем пока, и спасибо большое, что досмотрели до конца. Мы никого не заставляем подписываться на наш канал, но если вы подпишетесь, нам будет очень приятно, и мы будем знать, что вы в теме гаджетов и технологий. Ну, а с вами были, как всегда, Валерий Истишев и Борис Изенский. А еще мы ждем вас, знаете где? В социальных сетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, там тоже, в Телеграме. В общем, ждем вас, там новости гаджетов, хай-тек, приложений, наши личные фотографии и те девайсы, которые попадают к нам, но мы не успеваем запилить про них видео. Так что подписывайтесь и до встречи в будущем. Да, да, заработал пульс. Групповый VR всячески. Звучит нечто. Я до этого нажимал на кнопку на экране. Е-в-в-в-скай-скай-скай-скай-скрейпер. Тр-пам! Да, друзья, все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.